И всем привет, дорогие подписчики, с вами Камар, и это мой подкаст. Я уже не помню, какую подсчёту. Раньше это называлось видеообращение, но никто не обращал внимания на видеообращение. Всем насрать на видеообращение, поэтому я решил назвать это зарубежным словом подкаст, чтобы все обращали внимание. В общем, не суть. Подкаст о чём? В начале нашей этой недели, последней как раз-таки, была волна видео, их очень много смотрели, и потом я внезапно остановился. Почему? Дело в том, что у меня был дефицит времени в этот момент, и, в общем, так сложилось, что я не смог выложить до конца все эти ролики, которые хотел. Но не волнуйтесь, они у меня есть, и они у меня отработаны, некоторые даже сейчас уже в графе личные выложены, но пока ещё не открытые. То есть мне там нужно написать описание, аннотации составить, всё это очень нудно и рутинно, и поэтому я пока что ещё это не сделал. Я просто выберу помощь. Потому что я неожиданно понял, что мне нечего снимать. Потому что я открыл опрос в группе ВК, кому интересно, могут зайти. Я вывесил пост опрос, то есть голосование, в какой игре мне побольше проводить времени. То есть будет это Майнкрафт, или Супринг Коммандер, или Фар Край, или ещё что-нибудь. В общем, на ваше усмотрение всё оставил. И я удивился, что практически никто не проголосовал за Майнкрафт, и такой, допустим, вариант ответа, который я вывесил, как поищи лучше новые интересные игры. То есть получается, что ничего нового от меня никто не ждёт. Все ждут от меня Супринг Коммандер. Причём в огромных количествах, как я понял, там проголосовало, по-моему, 16 человек, или даже 18. Все проголосовали за Супринг Коммандер. Я просто в шоке, на самом деле, Супринг Коммандер 2. Я знаю, что его у меня очень подписчики любят, что у меня, я вам скажу, у меня больше сотни подписчиков на канале только благодаря Супринг Коммандер 2. И на самом деле, с одной стороны, это пугающе, а с другой стороны, и не очень. То есть я как бы ожидал такого результата, потому что реакция на Супринг Коммандер всегда была очень большая. Но меня пугает то, что люди, которые смотрят Супринг Коммандер, ну, на мой взгляд, вообще не смотрят другие видео. То есть Far Cry, что я там смотрю, Portal, всё что угодно, да? Они просто это не смотрят, им это неинтересно. Им интересен Супринг Коммандер, а все остальные видео они пропускают. Я не удивлюсь, если даже большинство тех, кто смотрит Супринг Коммандер, не будут смотреть этот подкаст. А зачем нам смотреть подкаст, если мы ждём от него Воскресного Коммандора, там, или проводим время Супринг Коммандер 2. И прошу прощения за этот грёбаный срыв, потому что у меня слетел Team Fortress внезапно, и он поломался, и вообще чуть ли не вырубился компьютер. Я ненавижу этот грёбаный Team Fortress. В общем, не суть. К чему я это всё веду? Наверное, многие сейчас задаются вопросом, то есть, буду ли я проводить в Супринг Коммандер больше времени. Раз уж получается так, что от меня подписчики ждут Супринг Коммандер в больших объёмах, я могу у вас заверить, что я буду проводить в нём больше времени. Снова будут регулярно, скорее всего, появляться видео «Проводим время», потому что я, то есть, снова начал достаточно часто играть с Игорем Эксплором, который вы помните из прошлых видео «Проводим время Супринг Коммандера». Я надеюсь, что вы ещё помните, и кто не помнит, узнает его, потому что видео, я думаю, появится совершенно скоро. Регулярно, конечно, «Воскресный Коммандор». Кстати, небольшой спойлер. Десятый «Воскресный Коммандор», который будет в эти выходные, в эти воскресенья, он у нас юбилейный, и в нём будет небольшой такой сюрпризик. Ну, так как он юбилейный, я кое-что, можно сказать, замутил, и, в общем, вас будет ожидать небольшой сюрприз. Но всё, узнаете, выходные. Но я задавался вопросом, то есть, обсуждал со своими друзьями вопрос по поводу того, что стоит ли переводить канал полностью на Суприм Коммандер, и чётко решил, что нет. То есть, никаких попыток полностью перевести канал на Суприм Коммандер у меня не будет. То есть, допустим, так, вы будете от меня видеть видео по другим играм в любом случае, хотите вы того или нет. То есть, звучит как принуждение. Но, ребят, если вы пришли на мой канал только ради Суприм Коммандера, и не хотите смотреть другие видеоролики, отписывайтесь на здоровье. То есть, и я не буду из-за этого переживать. Хотите, смотрите. Если вас устраивает действительно, что Суприм Коммандер выходит, потому что действительно, ну, русских людей мало, кто снимает Суприм Коммандер, оставайтесь, пожалуйста, там, зовите своих друзей, там, и так далее, всё что угодно. Но, ребят, другие видео будут выходить. И если вы, как бы, являетесь подписчиками моего канала, то будьте добры, пожалуйста, смотрите другие мои видеоролики. Потому что, по-моему, это просто нечестно, когда я заливаю Воскресный Коммандор, и на нём, там, за 2 часа после его заливания, там, набирается под 100 просмотров. А я залил Far Cry 3, и у меня 30 просмотров. То есть, 30 человек всего лишь посмотрели видео Far Cry 3. Очень ожидаемая игра. Я проверял там, многие считают, что, мол, если там, ну, то есть, большие наши звёзды Ютуба снимают, то уже никому не интересно. Я проверял, допустим, ни Гагатун, ни Излосмоус в то время не выпускали видеоролики по Far Cry 3. Ну, Гагатун один выпустил. То есть, посмотреть меня, грубо говоря, так впадло. Посмотреть Воскресный Коммандор не впадло, а вот Far Cry 3, а он мне не нужен, а я не буду его смотреть. Я сам скачаю, там, с торрентов или откуда, или там, куплю, и сам буду играть. Ну, ребят, ну, это не дело, серьёзно. Просто это, вы поступаете нечестно по отношению ко мне. Ну, в общем, оставляю это на совесть вашу. Если вы регулярно смотрите, то спасибо вам. Если не регулярно, то ваш выбор, абсолютно. Я не могу на вас влиять, то есть, говорить, а ну, смотрите мои видео быстро. То есть, я не могу это отслеживать. Поэтому делайте, что хотите, в общем. Я высказал свою позицию. И, также, ещё одна новость в видео. Дело в том, что я абсолютно не знаю, во что мне сейчас играть. То есть, понятное дело, что Supreme Commander и Far Cry 3 у меня сейчас основные, что будут идти у меня на канале. Может быть, я найду какую-нибудь игру для заценника. Но, что я должен сказать, что играть в особо сейчас не во что. Ну, отчасти это из-за того, что год получился неурожайный, на мой взгляд, по играм. Вышло очень мало насыщенных игр. То есть, ну, возьмём так, одну из самых гигантских игр, которая лично для меня очень важна. Это Mass Effect 3. То есть, все знают, что у неё ужасная концовка. Я согласен. То есть, не то, что она ужасная, а то, что она абсолютно непонятная. Но, ребят, всё равно ради Mass Effect, только ради, так сказать, из любви к этой вселенной я её прошёл. Я получил удовольствие от прохождения. Мне понравилось. Они сохранили старый добрый ролевик. То есть, от каждого твоего действия зависит будущее и так далее. Мне это всё очень нравится. Я прошёл, мне понравилось. Но, ребят, снимать Mass Effect 3 это не айс. Я пытался снимать Mass Effect 3, но я его специально не стал выкладывать. Потому что это звучит так. Так, ну что ж, сейчас мы полетим в такую-то звёздную систему и выполним миссию. Дальше мы видим всякие кассцены загрузки. Я их могу, конечно, выразить, но не важно. Мы прилетаем. Так, высаживаемся. Бежим. Так, ага, враги. Стреляй в них. Это делай. Это делай. И вот так вот всё видео. То есть, по сути, какого-то юмора или какой-то отдельной там, я не знаю, там, изюминки в этом видео не будет. То есть, в этом видео не будет практически ничего интересного, что можете вам посмотреть. Это будет скучное прохождение. Если вы хотите, я могу запилить Mass Effect 3. У меня есть превосходный сейф, он абсолютно мне подходит. Это мой героический сейф, бла-бла-бла, из первой-второй части. Всё замечательно. Но, ребят, вряд ли кто-то захочет, чтобы я проходил Mass Effect 3 на запись. Но они тупо не захотят тратить своё время. Потому что все, скорее всего, уже, во-первых, его прошли. И все всё знают. Это всё равно, что сейчас там начать проходить Dead Space 1. И сказать, что, о, новая игра. То есть, никого это вообще не удивит, Dead Space 1. Во-первых, потому что Dead Space 3 сейчас уже выходит. И 4 даже. Dead Space 3, по-моему, даже уже вышел. Если я не ошибаюсь. Я плохо разбираюсь в консольных играх. Потому что он же, вроде как, на PC не выходит, а только на консоли. Так вот. Не суть. Дело в том, что я, опять же, не понимаю, во что мне играть. Понятное дело, что есть несколько таких постулатов, которые я снимаю. Но вам нужно предлагать мне новые идеи. Потому что, вот, допустим, в том же опроснике ВК, о который я уже ссылался, там не было предложения найти мне новую игру. В теме, которую я завел при создании еще группы ВК, было, вы предлагайте, я снимаю. Там было несколько интересных предложений. Но я попытался их отснять, и у меня все равно ничего не получилось. Это получилась абсолютно нудная херня, друзья мои. Вам нудную херню смотреть не хочется. Если вам не хочется смотреть Far Cry 3, то, тем более, нудную херню вам смотреть ни за что не захочется. Вы посмотрите первую серию, и больше вообще ничего этого смотреть не будете. В общем, в чем суть? Мне нужна ваша поддержка, дорогие мои подписчики. Вас уже на моем канале 370, по-моему, человек. 369. Я могу ошибаться. То есть, я сейчас вообще не помню, сколько у меня подписчиков. Я давно не заходил в YouTube, и в чем суть? То есть, оставьте комментарии под это видео. Мне нужна ваша поддержка. Я не знаю, что снимать. Я не знаю, снимать мне, там, продолжать, допустим, проводить время Faster Than Light, делать это на запись, потому что, на самом деле, тоже не особенно так расходится Faster Than Light. Там мало комментариев, лайков, просмотров, очень мало этого всего. Снять ли мне, допустим, StarCraft, или, там, Stalker продолжит снимать Тайные Тропы 2, которую мы с вами забросили, которую никто мне не напоминает. Допустим, снять ли Space Marines продолжение, там, или все, что угодно. В общем, я не знаю, честно, чего вы от меня хотите, потому что вы об этом не заявляйте. То есть, если под каким-нибудь, там, нет, я знаю, что многие пишут, допустим, под Supreme Commander 2, они мне советуют попробовать StarCraft Forged Alliance. Но, ребят, Forged Alliance нужно покупать, как известно. Как, наверное, все уже подписчики знают, у меня постоянный денежный напряг. Я не могу себе взять и просто... Это, знаете, мем такой. Нельзя просто так взять и купить игру. То есть, просто потому, что меня попросили парча. Нет. Скачать на торрентах, согласен, но, там, допустим, против ботов играть или что-то в этом роде, вам не понравится, опять же. Я практически в этом уверен. А так, практически никто мне не пишет в комментариях, что мне снять. Сейчас два моих друга настаивают на том, чтобы я снял Minecraft, карту Chrono Tide, которая, там, классно вышла и так далее, и так далее. Многие настаивают на Supreme. В общем, в чем суть этого видео? Пожалуйста, оставьте комментарии то, что вы хотите, чтобы я снял. Это первое. Во-вторых, проявляйте активность на канале и в группе ВК. А также не забывайте смотреть другие видеоролики по поводу, допустим, Supreme, его, потому что это уже моя наболевшая такая моя проблема. В общем, в принципе, это все. Спасибо, что посмотрели этот подкаст. Можете сейчас пойти посмотреть те видеоролики, которые не видели, если у вас проснулась совесть. Все, в принципе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok